Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Сегодня 1 октября 17-го года, воскресенье. Я подошел к брату Никите и говорю, ты готов, чтобы записать ролик? Готов. А я внутренне жду, думаю, он должен спросить сейчас, а какой будет вопрос из опасения. Вот когда приезжал сюда Игнат Сергей Егорович, он вначале говорит, у меня такой-то вопрос. А я говорю, а мне не надо это говорить. У меня такой опыт, его даже огромным нельзя звать, он межконтинентальный. Если я в одном только университете, 18 лет, отвечал на вопросы по радио, милиции, там кто будет предупреждать? Записка поступила. Молодя! Зайди-ка сюда. Да он слышал. Папа, ударила, она сбинула. Она ударила с разлету, ножка пошла туда, я ее куда-то спрячь сюда, в другую комнату, запри у себя. Посмотри, не сбинула? Нет, она просто взвинулась. Я сказал, не задавай этот вопрос. Не, не надо, ты просто задаешь у меня на готове, материалы отвечают. Тысяча вопросов, поэтому это опыт. Опыт ничем нельзя заменить. Никаким мужчинам саму ее жизнь подменить нельзя. Это я вступление делаю. И вот я задам вопрос тебе. Тебе, Володя, слышит наш разговор? Он на кухне там щебарничает. Почему сколько людей было, никто столько вопросов, ни с кем столько роликов не записано, как с Игнатом Сергеем Егоровичем? Почему? Почему? Причем эти я выставляю по одному ролику, и видно, что это будет не на один день, но потом придется выставлять по нескольку, потому что свои кончаются там, которые уже события были. Ответь ты, почему? Ну, приехал сюда нужно, посчитал за нужным оставить после себя какой-то след. Ну, вот здесь я тебе буду перечислять, которые издалека приехали. Из Италии приехал девчонка. Где-то в Владимире, да. Были паптисты, принимали крещение. Вот в Илесске были вопросы один-два там где-то. Ты видишь, что люди постоянно приезжают, и очень издалека. Из Канады были. Вообще ни одного вопроса нету. Нету. Дети-то были взрослые, и Егор, и Лиза. Вопросов нету. Вопросов нет. Когда люди не задают вопросы, две причины. Какие? Ну, или все знают. Ну, или знают все, или ничего они не знают. Не знают они, потому не знают. А еще будут спрашивать по машине, по карбюратору, когда я не... Ну, может, маленько где-то учили в школе, знаю. А так я не задаю вопросы. Так. Я вообще не задаю вопросы. В интернете никому. Нигде. В течение, по крайней мере, последних десяти лет, как вот интернет пошел, я имею свои ресурсы, и никогда не спрашиваю. Я смотрю внимательно, о чем он говорит. Как говорит. Какая реакция людей. Какая вокруг него обстановка. Я должен разбираться. Почему Яр Затаус и говорил. Учитесь не задавать вопросы. Это очень необычно звучит. Обычно мы говорим, что учите задавать правильные вопросы. А тут учитесь не задавать. Почему он так сказал? Ну, чтобы сами изучали. Изучали. Тогда ты дойдешь до отсюда. Вот мне сейчас один там заходит, постоянно. Я был адвентистом. Я ушел. И вот о церкви такие вопросы задает. И сам же на них отвечает. Я ему ничего не могу ответить. Тем более, из наших ресурсов берет. Что такое церковь. То есть, где истинная церковь. Где не погрешают. Ему это не надо. Я это сравниваю. Как вот, допустим, собака привыкла по помойкам ходить. Ее отучить нельзя. Ее с детства надо учить. Перед ней самое лучшее лакомство положить. Вот у меня была собака. Я учил ее. Я знал, что она любит. Любит сметану и жареную рыбу. Я впереди оставляю две тарелки на полу. И говорю, нельзя. Я ушел. Прихожу через 4 часа. И она рядом между ними лежит. Она не съест. Сергея такой задачи не ставит. И Аня с тарелкой как это. Схватил тарелку и понес. Ты видел. Ураган. Это очень и очень трудно. И вот так и здесь. Запретная тема. Запретная есть тема. То есть. На которой, допустим, подбивает человека. Вот скажи. Он такой-то, такой-то. Я выверну из любого твоего положения на тот, который должен быть. Худшего правителя, чем вот такой-то царь или президент не было. Я должен подтвердить. Я легко разбиваю это ему фактами, выражениями. Надо все время смотреть. Она туманит. Почему? Вот так. У меня вопрос сейчас к тебе. Сегодня воскресенье. В воскресенье что-то между нами было. Я отказался здесь обедать. И там стал обедать у себя. Сухарей набрал. Ничего больше нет. И попросил кастрюли. Что за причина была этому. И как мы устранили это. Я опять в четверг пришел сюда. Когда я нарезал салат, вы спросили, нужно ли наточить мне нож. А ты что резал? Помидоры. Помидоры. Ты их не резал, а буквально пилил. А я точилщик. На всю деревню Потеряевку, когда здесь было 100 дворов. Ко мне все ножи, все тащили. Особенно ножницы, стричь овечек. Пилы точить. И приходили они с пустыми руками. Кто-то что-то принесет. И новый напильник. И в этом вопросе ты что-то усмотрел нехорошее или как? Ну, тогда нет. А почему? Ну, а дальше что было? Ну, я вам ответил. Я точно не помню, что именно ответил. Ну, в общем, что-то грубо ответил. Грубо. Хромовито. Передраживание. Я все это расслышал. И я еще сказал. То есть, ты не можешь меня терпеть. Ни вида моего, ни слова моих. Ни речи. Я говорю. Поэтому лучше, чтобы наши пути с тобой не пересекались. А так как ты готовил пищу, это связано с пищей со столовой. Я отстраняюсь от этого. Зачем тебе аппетит портит? Я ничего не имею. Проверить это. И вот здесь ты принял самую правильную позицию. Это я не того говорю. Не иду нищи же, ни тебя. Володя говорит. Никита отказался есть. Сейчас точно на сухари перешел сам. То есть, ты встал на диету позади меня. Я впереди. А ты услышал про это. И пошел. Это идей... Притом, это не то, что хорошо. Это единственный правильный путь. Как я вижу. А потом ты пришел на работу гемона и еще ты сказал. Я сказал, что может вы лучше будете здесь принимать пищу, а я буду в другом месте есть. А я ответил на это. Что вы сказали так, что это ваша фишка, что вы первые это придумали. То есть, это вопрос-то не решает. Да. Ты опять же остаешься при своем. Это ничего не решает. В тебе это внутреннее, это мое гнилье остается. И ты тогда что, попросил прощения? Конечно. Попрощения. А я на это сказал, давай помолимся. Да. И все опять наладилось. Это я до того записываю, чтобы показать, как. Потому что он из детства воспитывался в другой среде. Он не знал, нечисленники, нечисленники. Это как у нас мама постирает, а полотенца, там платочки. Это отдельно. Потом из ковшика мы их поливаем, из ветра с чистой водой, а на отдельных ополаскались и на каждую Иисусову молитву. Ну не было у тебя этого. Ты этого не знал. Мы росли при родителях. Все посты соблюдали строжайше. У тебя не было этого. И поэтому я должен это учитывать. И отношения какие в общежитии. Ну и дальнейшие жизни наши абсолютно не сходятся. Но мы оказались вместе. И это хорошо. Хорошо быть, братья, вместе. Ты принял здесь крещение. Вот я вчера, к примеру сказать, ну, по деревне проехал тут. Попросил, кто может прийти и помочь ошкурить. Сваи толстые, тонкие, береза, осина, клён. Ну и пришли. В общей сложности посчитало. Одиннадцать человек приходило. Не одновременно. Одни уходили, другие приходили. Когда было нас девять, то не было еще Володи, не было Ирины, и не было Людмилы. Аня отдельно. Пришла ненадолго. Три с половиной, Людмила. Она вообще удивительная. Вот коснулся Людмилы Янчук, Петеримовой. Очень, она мне нравится в этом вопросе. Живая, подвижная. И сразу ухватилась. Пришла с ножом, нож за голяшкой. Готово дело-то. Пошла, я говорю, ты ножик, хорошие ножны ложишь, чтобы не порезать. У нас Тоня Гладких садилась в машину и как-то изогнулась. И случайно вену не перерезала. Так она болела сколько? Где-то. И вот у нее был случай такой. У нее был брат Вовка в лагере. И когда утром подъем был, в колокол ударили, молились, его никто и не заметил, что его нет. А он где-то там под матрас или под подушку залез и спал. А время-то уже, надо в это время сходить на колодцу, а колодец-то один там около костра, около речки, он под железным колпаком. У нас там туда не залезешь. Мы боялись санопатистанциям, Роспотребнадзора, что они какой-то яд нам туда пустят, чтобы болезнь была. Все под замком было где-то. И она когда узнала, она его вытащила, ни слова не говоря. Вовка там ногами едва переступает. А он такой и есть, уволен. Она его сразу на место перед Аналоем, перед крестом на молитву. Совершает короткую молитву. За руку хватает и со всех ног бежит в колодцу. Пощерпнуть. Пощерпнула, прибежала и на работу его толкнула. Что он делает? То есть, по частям. Она не могла, чтобы такое же время, так как он проснулся там, встаем мы в 5, а завтрак в 8. А он проснулся, допустим, в 7. Ну а она его тут раскочегарила. Мне это очень нравится. Она не стала никого видеть. Она даже за ним смотреть, он кажется, еще до 7 лет это у него было. Они с детства у меня, ребятишки все были здесь. Вот так. То есть, это опыт. Сейчас вот. Вот вчера я иду, и гляжу, лежат сваи, некоторые сучки неогрубленные. Прошел ты. Ты их видел? Ну ты не мог не видеть, потому что я этим занимался. Ты их видел, что неотесанные? Видел, да. Видел, конечно. Володя видел. Я прошел туда, когда баня была, после баня. Ну возьмутся, ребята, доделать. Я на эту тему зашел и сказал, надо приготовить. Если по неделю будут люди, то фронт работ у нас не открыт. И поэтому боязно придут, а шкурить-то никак, нож спотыкается. Я от тебя зашел, ты свободен, свободен. Заняты сильно, нет. Я говорю, я топорик принес, пошел шкурить, ты бы помог тут. Володе нет. Володя был, ушел на огород, взял с тобой шарик, и не сказался, я потерял его. Но он пришел тоже маленький. И мы буквально, ну сколько там, часа полтора, да не было полтора. Мы все разбитали, убрали, осталось только шкурить. Так было? Так. Так. Вот вы будьте хозяевами. Вот вы это никогда не спрашивайте, а что будет с вами, когда нас не будет? Я сказал примерно, считаю, Володя может с тобой не поправиться, поэтому резко меняй отношения. Володе нельзя хоррить, потому что он склонен к побегу был. Был. Притом на велосипеде взял велосипед, без просяма его искали, до Барнаула шпарил. На велосипеде. Как он только на Урал не двинулся на велосипеде. Ни ключей, ни насоса, ничего нет. Вот такое дело. И принять это как есть. Володя старший по возрасту, но и по всему, что есть. Ему много передается. Неанила Александровна Глушкова, она частенько спрашивает, а что тут будет, как? Вот не будет вас с батюшкой. Я отойду, если я умру, там погибну. Практически мало что изменится. Я остался в книгах. Батюшка? Батюшке не будет. Изменения будут. Но я программу полную дал. Никогда, во веки веков, не входить в московскую патриарху. Никогда. Они сразу все разрушат. Сегодня архиерей хороший, к нам благосклонно относятся. Митрополит Сергий Иваников приезжает. Все священники при нем. Он уладил, ни одной нападки нигде нет. Один человек. Да воздаст ему Господь милостями своими. Но его убрали или что-то. А другой будет, вот его дадут. Славгородский. Он еще только приехал. Первый день он объявил себя уже насморогами. И кто к нам ездит, он с ними расправляться будет. С Украиной. Слава, все, вот это. И ничего нельзя сделать. Ничего другого нет. И уже кого-то каждый раз его приглашают. Под разными причинами мы убили. Это другие. Мы не вошли в дипломатические отношения. То есть ничего они не знают. Самые пораженные мозгами совестью те, кто имеет отношение к так называемым миссионерским отделам. Это ложь. Концентрированная. В коллапсе сжатая. Вся ложь буквально сконцентрирована там. Самые грубые, невежественные, тупые, злобные. Все лезут в миссионерский отдел. Они не понимают ничего. Только вылупиться перед другими. Показать, что они что-то делают. Что делать-то? Это труд Духа Святого. Благовестниками могут быть. Миссионеры не только нападают на меня. Я посмотрел в интернете. Зашел. Свою фамилию зарядил мне. Десять подряд идут. И все фальшиво. И ни один из них не встречался со мной. И почитаю отзывы тех, которые были. Отзывы. Вот Игнатов был. Была в Леске. Была Чернова. Наталья. Вот Сергеева. Марина. Те, которые были. Не говорю уж о членах общины. У них отзывы. Как будто они члены нашей общины. Там и девчонка, которая была. Вот уехал Фроликов. Роман. И Калинников. И Калинников. Виталий. И притом бы не просто уехали. Изгнаны были. Изгнаны. Немедленно покинуть потеряевку их. Ты это знаешь. Они и так просто уехали. И прошло уже года два. И ни одного хульного плохого слова они не сказали. А мало того еще заступаются. Понятно, что то, что они здесь увидели. С чем общались. Это превысило то, какое огорчение я им нанес. Если с позиции чужой. Говорит. Вот. Практически вот у нас, которые люди были. Которые здесь. И они выступают. Есть такие, которые рядом живут. Они никак не участвуют. У них, как правило, три ступеньки. Первое. Ропот. На что угодно ропот. Второе. Таиться. Спрятаться. Нигде не появляется. На занятия не ходят. На вечернем богослужении. Субботу нет. И третье. Это бегство. Если некоторые есть, которые не убежали. Только потому, что жены. Жены держат. И он говорит. Я уехал, как бы не жена. Как бы не. То-то, то-то не держит меня. Кто-то еще что-то. Вот так. Не таись никогда. Не рабщи никогда. А думай. Смотри. Потому что, когда вы вот так начинаете, как говорят, бухтеть. Что-то. Я сразу обращаю к себе. А не поступал. И я с кем-то так же. В моей жизни этого не было. Никогда. Нигде. И ни разу. Я сразу приходил к тому человеку и спрашивал. А вот вы там сказали. Так. А теперь я как от этого избавиться. То-есть я искал конструктивную, положительную программу. Конкретно. Там вот он вообще на меня говорят. Но я увел всю молодежь к баптистам. Где? Всю не надо. Одного найдите. Они ничего не будут. Как ложное, ложное. И наконец-то знает это в Москве. Принимает решение. Не такое, какое они хотели. И как правило, сурово наказаны те, которые лгали. Лгали лично на меня. Представьте. Священный. Заслуженный протеерей. Он благовестник. С чего вообще. Ну, трудно найти у старообрядцев. Павел Морозов. Из города Фрунзи. Едет по стране. Его близко. Надежда Васильевна знала. Он меня объявляет там еретиком. И прочее. И гонит. Злословит. Я никогда не подумал бы, что будет. А он был не просто протеерей. Духовник архиепископа Иосифа. У них тогда архиепископия была. Сейчас метрополия. Вот. Его запрещают в служении. За другое дело. Но после того, как он на меня напал. Снимают с него сан. Это вообще, я даже не знаю, старообрядство было. И запрещают отпевать его. То есть, они не сразу наложили три прещения на него. А когда он не подчинился первому. Тогда включают второе. Тогда третье. Они поступили с ним согласно канону. Но в самом начале они сделали неправильно. Он их обречил. Что архиепископ сотрудничали с властями. Раслодуховник. Он все это знает. Но он не исповедь открыт. С ним дочь Маша ездила. Она делила, которые к ним расположены были. Образовали отдельное общество. Всячески стали поносить архиепископ. Но уж, которые не каняли патриархии на те для них ничто. Не существующее. А именно свою белокринитскую иерархию. Поэтому я считаю, что это неконструктивный подход. Он должен был подчиниться. Когда на нас грозился епископ Евтихий за русский язык. Ну и что мы. О войне не брать оружие. Он очень сильно грозился. Батюшку запретить, а меня отлучить. Я сразу всем в общем не объявил. Если это будет, я подчиняюсь. Но в университет он не вхож. Там занятия будут идти. А в храме я буду стоять. Я не сказал, что пошел он. Да он не прав. Надо на русском идти. Ничего подобного. Нигде. И чтобы не думали, что я как бы спонтанно, с конточка говорю. Я сразу объявил. Как только от архиерея поступит распоряжение, я выхожу за двери. И соглашенными стою. А больше он ничего не может сделать. Но он не пошел на это. Погрозил и остановился. Запретил три года говорить о русском языке. И мы три года молчали. До 17 или 27 мая. А с этого дня открыли. Так. По... По теме. Вот я тебе... Ты спросил меня, какой вопрос будет. Теперь я тебя спрашиваю. Я знал, что ты спросишь. Но не говорил. Почему ты спросил? Открыто, честно. Ну, чтобы я мог... Никакой вопрос я должен вам задать. Я вот это люблю. Ну, я же придумал и задал вам правильно. Только из-за этого. Я тебе не сказал, о чем. Потому что когда говорить? Ты с одного сидения переместился на другое. Думать некогда. Листать книги некогда. Ничего не было. Ты не унижен в этом разговоре? Нет. Нет. Ты послужил примером для других, как разрешать конфликт. Ты пошел самым правильным путем. Я прошел полупост, как сказать. Отошел. Конечно, работа на тяжелой работе. Одни сухари, вода. Но Володя шел мимо меня, пожел. Говорит, у вас теплица, помидоры растут. Я пошел, помидоры собрал. А тут у Володи появился... Я увидел горох. Горох набрали, сырое размощили. Я маленькой горошку принес. Органин-то ослабленный. Так, все. Ко мне вопросы есть? Нет, сейчас нет. Нас что-нибудь отделяют друг от друга сейчас? Ничего не отделяют. Ничего нет. Слава Богу. Готовимся мы на понедельник, если Бог благословит, погода будет. Мы за джин закончить. Вчера приезжал... Ты понял, кто приезжал к нам с Барнавала? На дамбу туда приезжал? Да. Нет, я спросил у Володи. Он сказал, что это сын Сиськова. Сиськова Алексея, тоже Алексей. Такой строптивый парень. Вот здесь был. Едет. Он что-то тут делал. Что он делал, я не знаю. Какое-то дело было. И там, около Игоря, включит. И музыка всякая играет. Я подошел и сказал, здесь у нас не принято, чтобы разные рок-музыки были. При этом усталут. Ну и что? Это моя машина, я скажу, как вроде корабль. Это моя территория, когда я говорю, ну слышно везде, эти ключи потихоньку. Никаких. Что-то еще было. Он опять заягозился. Ну я вижу, я отошел. Отошел, и тут приехал отец, и я ему сказал, да вы что. Это он так ответил, да. Да я ему что-то сказал, этот приемник, вылова его оттуда. А Алексей, это бывший главный агроном села Корчино. Его сын-то. И что он там ему говорил, шевелю намылил, это все, радио заглохло. Он кончил институт. И пошел работать барщиком. От этого смешно, как эти в ГУЛАГе сойдутся начальники, то у тебя кто работает в бане, там принимает, у меня вот такой-то. А у меня академика, два и профессор. Хвалился все. Какие ресурсы-то задействованы. И он приехал. Как-то он приезжал, увидел, что у нас там уголь привезли. А вы как отапливаетесь? Я говорю, углем. А сколько? Понятия не имею, как так. А сколько за уголь платите? Ничего не знаю. Батюшка платит, Миша отдает, Миша привозит. Ребята, я вообще нигде не касаюсь. Он даже не поверил в это. И вчера пришел, он абсолютно правильно подошел, поздоровался, поговорил про рыбу. А потом, а мне-то можно тут ловить. А отец его закупал мальков, и большие карпы выросли. Я говорю, конечно, во славу Божию. А потом выезжаю, я подъехал к нему. Не ловится, нет, ни погода. Ни погода, но холодновато. И видно, карп сказал, ну вас, ловить я не буду. Я подумал, он лодку разворачивает. А вот эти удочки длинные там оставят, где-то ни одна не клюет. А что он там на них насыпил, я не знаю. Ну, хоть бы Гальяну поймал. Куда-то едет к тёще, никуда, не знаю. Вот он пошел правильным путем. И мы должны сказать, изменения в нем к лучшему. А что, говорит, старый-то поминать. Нам нужно еще и осень забить все эти остатки сваи. А их там осталось много еще. Я не считал, сколько, но много. И вот эти берег мы даже весь пройти, весь. Я думал, участками отдельными. А стал подходить вплотную, траву убирать. Вижу, все размыто. И мы должны это засаманить. Ты подносить будешь. Все на поднеслом палатке две-три. И дальше будете с Володей засаманить. Если Ося пойдет. А мы вдвоем начнем сваи долбить и долбить. Но сваи новые в дребезги разлетаются. Надо какие-то бруски или что сверху ставить-то на него. Если бы было что-то. Он бьет по доске. Доска уже расколотилась. Я его обернул палаткой, чтобы руки не отсушивало. Ты там бьешь. На сваи поставлю в доску. А он еще два раза долбанул. Он поднимает кверху. Со всей силой бьет. Но пилить их надо. Не забудь пилу взять. Отпилить это расширенное. И хорошо промазать. Если нам хватит. То там мы заготовим. Стоять будут. Кое-где у нас там не пробито еще. При начале. А здесь мы уже пошли сплошняком тянем. Все. Пока на сегодня. Готовимся к храму. Паре, ты балуешься? А? Ох. Ох. Спасибо.